Первый раз в гириатрические кабинеты сразу с букетом болезней. В 70 лет у Манувары Галиулиной сердце пошаливает и давление скачет. Возрастных пациентов в 21 поликлинике 22 тысячи. Каждого сюда приглашают два раза в месяц. В Татарстане с 1 июля работают 10 гириатрических кабинетов. В конце года их число возрастет до 45. На это 546 миллионов рублей. За исполнением проекта строгий контроль Единой России. И это не все. Вот сегодня создается 140 койк, на которых человек пожилого возраста не просто лечится, он может еще и надеяться и рассчитывать на долговременный уход. Нацпроект демографии межведомственный. Если Минздрав готовит койки, то Минтруд 43 автомобиля. На них и будут доезжать пожилые до больниц. По инициативе Единой России в августе заработают четыре медицинских поезда. Автомобили оборудованы специальным маммографическим оборудованием, флюорографическим оборудованием, иным медицинским оборудованием, когда можно пройти осмотр, не уезжая в поликлинику. На все нацпроекты в этом году из федерального и республиканского бюджета в 21 миллиард рублей. Контролировать их реализацию Единая Россия призывает граждан. Затем, как и где в поликлиниках республики появляются гериатрические кабинеты, теперь могут следить и сами жители. При недовольствии достаточно сделать лишь фото, а после разместить его в социальных сетях. Подняться на третий этаж для многих стало бы проблемой, однако тут это предусмотрели. Для пациентов работает лифт. Средняя продолжительность жизни в стране должна составить 79 лет. Ежегодной диспансеризации с 40 лет службы гериатрии и повышение качества жизни пожилых должны привести к намеченной цели. Олег Ирудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова